У моей подруги есть камера, которая покажет вам вашу последнюю фотографию перед смертью. Все когда-нибудь умирают. И с этой реальностью связаны некоторые суровые, жесткие факты. У вас будет последний поцелуй, последнее объятие, последний телефонный звонок и последняя фотография. В пятницу вечером мы с друзьями встретились в доме Кейси. Несмотря на то, что у нее есть бесячий сосед, ее родители построили потрясающую беседку для костра, которая является идеальным местом для прохладных осенних вечеров. После того, как мы разожгли огонь и пожарили зефир, она принесла то, чего я не видел, по крайней мере, лет десять. Одноразовый фотоаппарат. «Это особенная камера», — сказала Кейси, ухмыляясь. «Говорят, когда ты сделаешь снимок на нее, там будет твоя последняя фотография перед смертью». «Я сидел, пытаясь переварить ее слова. То есть, камера убивает тебя?» «Да, как в той книге ужастики Роберта Стайна», — ответил Брэдди. «Скажи сыр и умри. О боже, мне это нравится», — сказала Морибель, ухмыляясь. «Не-не-не-не, я не об этом». Кейси подняла руки вверх, явно раздраженная тем, что мы ее не поняли. «У каждого человека есть последняя фотография перед смертью. Вот, например, мой дедушка. За три дня до смерти он уехал на рыбалку. Последняя фотография в той поездке — это его последняя фотография в жизни». «Ну, фотоаппарат не может такое показать», — ответил я. «Для этого нужно, чтобы камера путешествовала во времени». «С вами неинтересно». Кейси закатила глаза и начала убирать камеру обратно в сумку. «Подожди, подожди, мы не говорили, что не хотим ее попробовать», — сказала Морибель. «Да, это может быть весело», — добавила я. На губах Кейси заиграла лукавая улыбка. «Окей, хорошо. Кто хочет быть первым?» Брэдди поднял руку. «Я, классический Брэдди, никогда не упускал возможности произвести впечатление на девушек». Он встал, его лицо освещалось огнем костра. «Куда мне встать?» «Освещение довольно резкое. Может быть, у того дерева?» Брэдди отошел на несколько метров от костра и встал рядом с деревом. Затем он прислонился к нему, скрестил руки и поднял бровь. Кейси поднесла камеру к лицу. «Три, два, один, сыр!» Щелк. Белый свет озарил темный задний двор. Брэдди отошел от дерева, ухмыляясь. «Так, кто следующий?» — спросила Кейси. «Я пойду», — сказала Морибель. Она надвинула очки на нос и неуклюже встала рядом с деревом. Кейси снова поднесла фотоаппарат к лицу и сделала снимок. Щелк. Трещащий звук перемотки пленки заполнил пространство. «Ладно, Бенни, твоя очередь», — сказала она, улыбнувшись мне. Я подошел к дереву, снял бейсболку и стал ждать. Кейси поднесла камеру к лицу, затем нахмурилась. «Ты можешь улыбнуться?» «Нет». «Мех, ладно». Щелк. Она перемотала пленку и передала камеру мне. Затем она встала рядом с деревом в классическую женскую позу в приседе. Да, это было вовсе не неловко. Мы с Кейси только начали встречаться, но чем дольше все продолжалось, тем больше сомнений у меня возникало. Конечно, на фотографиях мы выглядели хорошо. Классическое сочетание звезды футбола и чирлидерши. Но в реальности мы не были ни тем, ни другим. Она была симпатичной, но крайне неуверенной в себе, ревнивой и требовательной. Я же был математическим ботаником с нейродивергентным расстройством, которому просто повезло с генетикой. И поэтому я выглядел как спортсмен. Я уставился на нее через видоискатель. Ее фигура слегка исказилась. Щелк. «Эй, ты не вел обратный отсчет!» Заскулила она. «Что? Ты же позировала!» «Я хочу точно знать, когда будет сделан снимок, только и всего». «Окей, понятно». Я перемотал пленку и передал ей фотоаппарат. Она встала рядом со мной и понизила голос. «Слушай, когда Бредди и Морибелли уйдут, ты не хочешь остаться еще ненадолго?» «О, я не знаю, папа делает ремонт на кухне, и он хочет, чтобы я помог ему утром». «Это не займет много времени, ненадолго». Я должен был сказать «нет». Но она настаивала, и мне было неудобно отказываться. «Хорошо, только на полчаса». «Отлично, мы можем посмотреть что-нибудь в подвале. Мои родители ничего не услышат». «А как же твой сосед?» «Он, кажется, очень разозлился, когда мы смотрели «Ви, значит, Виндетта». Сказал, что его разбудили взрывы. Помнишь, он стучал в стеклянную дверь и кричал на нас?» Она закатила глаза. «Значит, мы сделаем потише». «Да ладно, это всего полчаса. Нам даже не обязательно что-то смотреть». «Ладно». Прежде чем я успел сказать что-то еще, она взяла камеру и направилась к костру. Я последовал за ней. «Когда ты собираешься проявить снимки?» Спросил Брэдди. «Мы можем сделать это сегодня. На 14-м шоссе проявляют снимки», — ответила Морибель. «И мы могли бы купить что-нибудь поесть». «Подожди, серьезно? Они все еще проявляют фотографии?» — спросила Кейси. «Ага, мой отец пользуется их услугами. Например, для фотографий на паспорт и других официальных штук». Итак, решение было принято. Мы вчетвером погрузились в машину Брэдди и уехали в ночь. Целый час мы провели в магазине, выбирая закуски. Потом Кейси подошла к прилавку, взяла бумажный конверт и повела нас обратно к машине. Мы забрались внутрь, и Брэдди включил свет. Кейси вскрыла конверт и достала фотографии. «Нихуя себе!» На первой фотографии был изображен пожилой мужчина, стоящий на пляже. С седых волос капала влага. За спиной плескались голубые волны. Но с квадратной челюстью и высоким ростом он выглядел как постаревший Брэдди. «Это невозможно», — сказал я. «Не обязательно», — ответила Морибель после паузы. Камера выглядела как одноразовая, но вполне возможно, что кто-то вставил туда дешевый микрочип. Например, мини-распберри-пи или что-то в этом роде. Затем он взял наши фотографии и с помощью искусственного интеллекта состарил их. «Да, но как бы их распечатали?» — спросил я. А может, все было просто? Может быть, когда там открыли камеру, чтобы достать пленку, вместо нее там была флешка с изображениями. И ее просто вставили в компьютер и распечатали. Это странно, но Амазон полон подобных странных вещей. Однажды я видела караоке-машину, которая использовала искусственный интеллект для автотюна всех поющих в реальном времени. «Мы можем вернуться и спросить их», — предложил я. «Я хочу сначала посмотреть остальные фотографии», — сказала Кейси, едва не перебив меня. «Откуда у тебя эта камера?» — спросила Морибель. «Мне ее дал друг». И с этим туманным ответом она переключилась на следующую фотографию. Это была семейная рождественская фотография. Несколько человек стоят перед елкой. Счастливые лица освещены разноцветными огнями. Но мое сердце замерло, когда я увидел женщину слева. Женщина лет тридцати. На руках маленький ребенок. С таким же лицом в форме сердца, с такими же вьющимися темными волосами, как у Морибель. «О, нет», — сказала она, широко раскрыв глаза. «Мы все молча смотрели на фотографию, не зная, что сказать. Но тут я увидел ее». В центре фотографии, сидя на диване, была старая женщина. Очень старая женщина с такой морщинистой кожей, похожей на крепированную бумагу. И такими белыми волосами, что они напоминали сахарную вату на голове. На ее носу красовались очки в металлической оправе. «Мне кажется, это ты». Морибель выхватила фотографию из рук Кейси. «Вау», — прошептала она, изучая фотографию вблизи. При всей своей болтовне о том, что это какой-то ИИ, она, похоже, относилась к этому вполне серьезно. Наблюдая за Морибель, я не мог не улыбнуться. На секунду я почувствовал что-то вроде благоговейного трепета, глядя на ее лицо, озаренное радостью за ее семью. Я никогда не воспринимал Морибель иначе, чем как друга, но сейчас что-то щемило мне сердце. Даже не то, что я могу назвать влюбленностью, влечением или похотью. Просто что-то. Просто какая-то связь. Эмоции. «Бенни». Я взглянул на Кейси. А потом посмотрел вниз. В ее руках была моя фотография, которую сделала она. Точно такая же фотография. Я сегодня вечером в бейсболке стою возле дерева. Не улыбаюсь. Смотрю прямо перед собой. Глаза красные от вспышки. Сначала я подумал, что камера вышла из строя. Что бы это ни было, искусственный интеллект или что-то еще, оно испортило и исказило мою фотографию. И она просто выплюнула фотографию в том виде, в каком она была сделана сегодня. Но когда Кейси, Брэдди и Мэри Белль с ужасом уставились на меня, я понял. Так это значит, что мой сегодняшний снимок – это последняя фотография, на которой я жив? «Похоже, что да», – сказала Кейси. Тишина давила. Я покачал головой и выдавил из себя смешок. «Да ладно, это просто дурацкая камера для розыгрышей. Как сказала Мэри Белль, это какая-то штука с искусственным интеллектом. Может быть, она даже специально пропускает некоторых людей, чтобы напугать их». Никто из них не смеялся. «Ладно, давайте посмотрим на Кейси. Я забрал свою фотографию из стопки и замер». Кейси сидела на полу в чьем-то подвале. Ее руки были привязаны толстой веревкой к металлическому столбу. На рот была наклеена полоска скотча. Левая сторона головы была в крови. Тонкая струйка стекала по лицу. Ее голубые глаза были широко раскрыты от страха и смотрели прямо на того, кто делал снимок. «Это чей-то ебаный пранк!» – пробормотал Брэдди. Его голос был низким от гнева. Кейси просто сидела, застыв на месте. «Пойдем домой», – сказала Мэри Белль. «Забудем обо всем этом. Это просто пранк, как и сказал Брэдди». Но Кейси не двигалась. Она просто сидела. И фотография дрожала в ее руках. Ее голубые глаза расширились от страха. «Что такое?» – тихо спросила Мэри Белль. «Подвал», – наконец сказала она, указывая на фотографию. «Я узнаю его. Мы с отцом как-то заходили туда, когда ему нужна была помощь с блоком предохранителей, и я… я думала, что он бесячий, но я никогда…» «Кейси, чей это подвал?» – спросил я. Она подняла на меня глаза. «Моего соседа». Хатая и снелились в gates movie «Паспад» — пока я loading, потому что у меня опять были окончeluки. У较ских чел Präsident。 Субтитры сделал DimaTorzok. Болезвис Белль.